Подведены итоги второго конкурса информационных проектов 2014 года. Напомню, гранты распределяются среди представителей средств массовой информации региона. Кто и на что получил деньги в этом году, выяснял наш корреспондент. Топ-10 получателей правительственных грантов сегодня выглядит так. В тройке лидеров три региональных телеканала. В общей сложности на информационное освещение деятельности правительства они получили около 20 миллионов рублей. Среди них телеканал РЕН-ТВ Саратов. Очень хочется, будучи причастными к такому ресурсу, как телевидение, реализовывать именно социально значимый проект. То есть не только информировать и развлекать, но и помогать людям. И мы уже начали это делать. И за 2014 год реализовали несколько очень важных социальных проектов. И очень рад, что благодаря второму конкурсу у нас появилась возможность как раз-таки воплотить в жизнь еще несколько проектов, которых мы давно мечтали. Среди победителей конкурса и региональное издание «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», аргументы и факты в числе лидеров. Представители редакции АИФ признаются, до последнего не знали, что войдут в десятку лучших. Чтобы победить, пришлось проделать огромную работу. Готовили все редакции, мы разрабатывали эти проекты. У нас это была непростая подготовка была. Она длилась не один день. То есть мы учли опыт прежних наших номинаций. Поэтому это было достаточно трудно, трудоемкая работа. Представители министерства печати говорят, постарались предоставить гранты каждому участнику конкурса. И недоумевают, почему возникла шумиха из-за того, что еще один саратовский телеканал получил меньшую сумму, чем остальные. На реализацию соцпроекта им выделили столько, сколько запросили. Такой канал, как ТНТ «Саратов», известный канал. Уровень его претензий, так скажем, или проекта на общую сумму чуть более 700 тысяч, 730, по-моему, тысяч с копейками. И практически на всю сумму он был и поддержан. То есть все эти начинания творческие, они были поддержаны, по-моему, 720 с чем-то. Деньги постарались распределить объективно. В общей сложности на втором этапе конкурса выделили 30 миллионов рублей. Из 300 участников гранты получили 114 проектов.